всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск ньюсблока крипто на канале крипто comments партия самых свежих актуальных и главное важных новостей ждет вас в ближайшие несколько минут так что без лишнего промедления жми на лайк подписывайся на канал а в конце напиши что понравилось а что нет мы все прочитаем и обязательно примем к сведению и так сегодня в выпуске абсолютный рекорд установил дневной приток капитала в биткойн и т.ф. 10 лет ожидания взрастили спрос в 10 раз превышающие предложения заявляет майкл сэйлор в своем интервью на канале cnbc все выглядит отлично но это только начало президент ава лэпс говорит в своем интервью на bloomberg т.в. ripple в ударе покупка новой компании стендарт каста диан трасс и завершить наш сегодняшний выпуск аналитика рынка с кевином свэнсоном оставайтесь нами и так срочные новости у спот биткойн и теф рекордный дневной приток средств значит ли это что мы ждем ралли биткойна до 60 тысяч долларов давайте разбираться во вторник 13 февраля совокупный приток средств во все 9 спотов и биткойн и теф вырос до ошеломляющей суммы 631 миллион долларов с другой стороны отток средств из грейс кейл биткойн траст также замедлился и за последние три дня этой недели оставался на уровне ниже 100 миллионов в настоящий момент чистый приток биткойн и теф составляет 3 7 десятых миллиарда долларов но есть еще кое-что группа call опционов на биткойна с ценой исполнения 60 тысяч долларов и выше указывает на то что заметная часть участников рынка питает явный интерес или ожидает что цена биткойна превысит этот уровень до предстоящей даты истечения срока в конце месяца замечу что этот срок истекает 23 февраля а текущее рыночное соотношение put call за последние 24 часа составляет 0,6 что подтверждает видение участниками рынка текущего тренда но естественно все может поменяться и конечно же рынок может взять и развернуться абсолютно внезапно более того скорее всего так и будет но дело совсем в другом в рынке сформировался очень сильный импульс этот импульс продолжает текущий тренд а еще одна вещь которую нельзя не упомянуть заключается в том что индекс страха и жадности впервые с 2000 2021 года точнее с вершины 2021 года оказался на отметке 79 это очень много это означает очень большую жадность но не спешите делать выводы давайте послушаем что о происходящей ситуации думает майкл сэйлор соучредитель и бывший генеральный директор майкростратеджи которая закупает биткоины как не в себя да он bitcoin макси но все же в его речи есть здравый смысл и более того на наш взгляд он очень важен потому что речь идет не о текущей ситуации а о крупной картинке которую мы поддаваясь своим эмоциям зачастую упускаем bitcoin подняться на самый высокий уровень за последние два года преодолев отметку в 50 тысяч долларов нашей беседе присоединяется исполнительный председатель и учредитель майкростратеджи майкл сэйлор майкл и рада тебя видеть да морган спасибо за приглашение для кольца майкл стратеджи был хороший день закрывая его более чем в плюс 11 процентов также за прошлую неделю плюс 46 процентов по-моему ты нас впервые в гостях с момента одобрения с подбитками тех и начало их торгов сначала мы наблюдали за продажей акции майкл стратежи а теперь с 11 января майкл стратеж обходит по результатам все эти и теев расскажи мне о своем видении будущего биткоина затем мы перейдем к прибыли знаешь я думаю что все это в целом является индикатором популярности класса активов такого как биткоин теперь это самый популярный в мире актив для инвестирования он новаторский он цифровой он глобальный он уникальный и он не коррелирует с традиционными рисковыми активами потому что он не связан ни с каким государством валютой или компанией квартальным отчетом продуктом циклом из какой погодой не с войной уровня безработицы или логистической цепочкой что делает его естественной добавкой в действиях инвестора к своему портфелю 10 лет отложенного спроса пока люди ждали одобрения тихо тиф и в итоге мейнстрим инвесторы получили доступ к этому биткоину так что я думаю это то что вызовет рост капитализация этого класса активов изначально это была лишь ари балансировка когда люди перемещали капитал из рынка фьючерсов майнеров майкростратеджи и и тиф но после этой балансировки я думаю актив нашел свой пол а теперь люди начинают понимать что через эти и тиф поступает спроса в десять раз больше в сравнении с естественным предложением идущим от продавцов то есть майнеров да а также у нас еще на горизонте событий халвинга что как бы еще больше сжимает пружину отношения спроса и предложения теперь по прибылим за прошлую неделю ты произвел ребрединг компании ты сообщил что теперь она называется компания по разработке биткоина что это такое что же для нас это было естественным решением с учетом успеха нашей стратегии по биткоину а также уникальности нашего статуса публичной компании имеющие самые большие запасы биткоина майкростратеджи является операционной компанией которая в состоянии активно изменять структуру капитала а также бизнес-операции с большей гибкостью сравнение с инвестиционным трастом чем являются эти spot и тиф поэтому мы разрабатываем программные продукты мы создаем кэш-флоу мы намерены работать с рынком капитала используя плечо с целью большего накапливания биткоинов в интересах наших акционеров а также с целью рекламировать еще большего роста сети биткоина с учетом того что большая часть корпоративной стоимости основана теперь на связях с этими активностями биткоина для нас является логичным назвать себя компания развивающий bitcoin аналогично тому как разработчики недвижимости или же как компании занимающиеся разработкой нефти дорогой зритель далее идут гораздо менее интересные детали о фокусе в разработке программного обеспечения используя искусственного интеллекта и т.д. и т.п. но самое главное мы с тобой услышали сэйлер нам с тобой буквально говорит следующее что 10 лет отложенного спроса сейчас находит свое предложение которого между прочим будет все меньше и меньше и это уменьшение уже произойдет в апреле этого года что как подметила ведущая только еще сильнее сожмет пружину взаимодействия спроса и предложения вроде бы все очевидно и понятно но ведь именно этот сценарий многими аналитиками активно отвергался которые заявляли что уже в цене биткоина одобрение и тех их последствия уже включены но с математикой поспорить сложно ведь действительно приток капитала будет осуществляться все в больших и в больших количествах и все что говорил сэйлер вместе с ведущей действительно выглядит очень логичным но у меня дорогой зритель есть для тебя и другой аргумент непредсказуемость рынка мы это с тобой прекрасно знаем поэтому зачастую рынку логика вовсе не указ поэтому действуем осторожно наслаждаемся моментом и не забываем что все сказанное не является финансовым советом продолжает наш выпуск интервью президента avalabs джона в на канале блумберг тв где джон отвечает на два важных вопроса первое что стоит за последним импульсом откатом и продолжением этого импульса в цене биткоина а также в роли вспомогательного индикатора какова ситуация на рынке деривативов а именно спекулятивных сделок с плечом это очень интересная а главное полезная пища для размышления давайте послушаем у нас наконец-то началась движуха с ценой биткоина мы преодолели уровень в 50 тысяч долларов после чего произошел откат является ли это сопротивлением которое нужно побороть или ты думаешь что в большей степени это влияние инфляция оказывающее давление но этого забега еще много сил я думаю что это опубликованные цифры индекса потребительских цен это довольно таки краткосрочное явление но за этим событием если убрать макроэкономический показатель с точки зрения распространения ситуация выглядит очень здоровой мы наблюдаем рекордный приток средств цифры говорят сами за себя я согласен с ними на сто процентов я недавно ужинал заявителем в одного из крупнейших и те фондов и он в большей степени сказал те же самые вещи он супер воодушевлен я думаю что келли отвечая на твой вопрос что на самом деле будет являться двигателем помимо известных факторов таких как халвинг или возможного одобрения эфириум и т.ф. то все возвращается к тому как и где будет происходить осведомленность и распространение поэтому с точки зрения моей компании помогающей разворачивать приложение поверх сети avalanche мы сегодня наблюдаем гораздо больше активности после одобрения bitcoin и т.ф. благодаря эффекту хала благодаря распространению осведомленностью крипто пространстве традиционных компаний уолл-стрит с точки зрения разработчиков с точки зрения самих приложений все это в значительной степени выросло а все вместе это ведет к значительному улучшению фундаментального распространения джон также должна тебя спросить о динамике системы с учетом того что не так давно большинство крипто рухнула из-за незаметных сделок с плечом и вот снова плечо находится по-прежнему в системе в какой форме в настоящий момент она присутствует является ли она более устойчивым по сравнению с тем что мы видели в последние годы плечо возвращается но медленно но она даже не приблизилась к тому уровню который был в 2021 даже если посмотреть на объем у coinbase объем равняется или коррелирует объему плеча в системе coinbase со всей этой активностью даже не приблизился к тому который был в любой момент времени в 2021 на самом деле мы разговаривали со многими банками и правила с и by 121 которые нельзя обойти если у вас есть 1 доллар в крипто активах у вас должен быть еще один доллар каких-либо других активах для того чтобы предоставлять любые займы или проще говоря плечо и они этого делать не хотят потому что прибыли поэтому очень низкие таким образом нам необходимо регулирование для того чтобы прояснить этот класс активов по сравнению с другими но я сейчас совершенно не беспокоюсь о плече ведь хоть она и возвращается она не приблизилась к старым уровнем что же дорогой зритель ты сам все услышал если простым языком то вывода здесь два во первых текущее состояние система находится довольно далеко от красной зоны риска ведь в целом это и понятно потому что все только начинается во вторых рынок толком даже не начал нагреваться что также подтверждает нашу позицию о том что все только начинается продолжаем наш выпуск с важным объявлением от ripple она приобрела компанию под названием стендарт каста динтраст и так ripple компания стоящая за популярной криптовалютой xrp объявила о приобретении регулируемой платформы корпоративного уровня для цифровых активов под названием стендарт каста динтраст компании стендарт каста де имеет устав трастового фонда ограниченного назначения и лицензии на перевод денег на всей территории соединенных штатов а также лицензию крупного платежного учреждения от денежно-кредитного управления сингапура и регистрацию поставщика услуг виртуальных активов в центральном банке ирландии помнишь ли ты дорогой зритель что буквально в предыдущем выпуске я говорил про ripple о том что их основная стратегия заключалась в глубоком партнерстве с трейд фай при этом являясь абсолютно блокчейн ориентированной компанией так вот данная покупка открывает двери для ripple в мир тотального распространения крипто в нашей повседневной жизни но даже между этих сказанных строк есть дополнительное значение похоже что речь идет о глобальном распространении то есть трансграничном естественно это будет не сразу но в действиях этой компании такие цели прослеживаются и это нереально круто поэтому ждем дальнейших хороших новостей от ripple надеемся на положительный исход в судебный тяж без сек держим в голове возможный потенциал для xrp и не забываем что это не финансовый совет и завершает наш сегодняшний выпуск аналитика рынка от кевина свенсона без лишних слов самый сок его последнего выпуска давайте послушаем очевидно что биткоин делает очень хороший прогресс но помимо этого мы с вами также и обсуждали о ловушке ликвидности находящийся на уровне 49 тысяч которые если мы преодолеем запустит процесс крупного шорт сквиза всех шортов находящихся во фитиле вот этой недельной свечи и с учетом того что цена преодолела эти 49000 дальше уже будет неважно в короткой перспективе пойдет ли она выше или ниже мы будем ожидать крупный сквиз вот этой зоны в находящемся в тренде рынке уровень конвертации один к полтора что примерно нас отводит к 60 тысячам долларов но зона который я вот здесь пометил является исторической ценовой зоной если мы укрупним картинку и посмотрим на предыдущие бычий рынок у нас здесь образовался крупнейший кластер недельных свечей которые закрывались буквально в этой зоне исторически здесь большое количество недельных свечей это то место где рынок устоялся в последнем бычьем рынке поэтому зона между этими отметками 57 тысяч 500 и примерно 60 тысяч долларов это цель попавший в ловушку ликвидности это на мой взгляд крупнейшая зона следующего сопротивления и это моя цель на которую я рассчитываю по мере движения к халвингу если мы сможем сохранить данный импульс этот текущий импульс эту траекторию на которой мы находимся то это не так безумно выглядит потому что мы поднимемся и достигнем этой зоны между 57 500 долларов и 60 тысячами на самом деле это довольно вероятно а после халвинга есть вероятность того что мы провалимся на ретест поддержки перед тем как пойдем на тест нового исторического максимума и начиная разговора халвинге то мы понимаем что перед нами значительное количество ожидания фундаментального положительного события такого как халвинг что вероятно приведет к большому количеству оптимизма позитивному настрою бычим спекуляциям и в зависимости от того что произойдет с фондовым рынком когда мы подберемся к этому уровню цен то будет вероятность того что после халвинга мы рухнем вниз до уровня 44000 перед тем как снова пойти вверх кевин большое тебе спасибо кстати мы в курсе что в продолжении твоего ролика у тебя есть интересная аналитика связана с индикаторами rsi так что если наш дорогой зритель изъявить желание напишет нам об этом в комментариях то мы сделаем полный перевод твоего выпуска в общем дорогой зритель все в твоих руках а точнее в твоих комментариях в твоих лайках и конечно же в твоей подписке на самый лучший русскоязычный канал крипты комманс на этом на сегодня у меня все и как всегда я желаю тебе отличного трейдинга замечательного вечера и до встречи в следующем выпуске